Плавущий экскаватор, краны, две баржи и грузовики. Этим летом на Юрманском заливе техника работает почти круглосуточно. Некогда живописный уголок в последние годы выглядел не лучшим образом. Берега заросли камышом, дно заилилось. В некоторых местах толщина водной грязи составляла 3 метра. Из-за этого в 2016 и в 2019 годах случалась массовая гибель рыб. Но с началом работ ситуация уже значительно лучше. Вода стала чище. Это замечают и сами дачники из СНТ «Авиастроитель». Местные очень рады переменам и готовы терпеть шум техники. Лишь бы любимое место отдыха привели в порядок. Очень довольны. Очень долго этого ждали. Сами пытались. Бесполезно. Занимали технику. Бесполезно. Как подрядчики работают? На жрешке нет? Круглые сутки. Вообще молодцы. Пад не дают. Прямо идеально. Подрядчик должен вывезти отсюда больше 120 тысяч кубометров ила. На сегодняшний день вывезли 7 тысяч. Всего предстоит пройти почти 3 километра. Главу региона Алексея Русских заверили, все работы будут выполнены с опережением графика. Когда заканчивается? По контракту у нас трога окончания 1 ноября 2023 года. Но руководство нам поставило задачу выполнить все работы. Траву и ил складывают в баржи, которые отводят эти отходы выловые карты близ Чердокринского района. Все это отходы пятого класса, то есть не наносящие вред окружающей среде. Поэтому после того, как ил просушат, его можно будет использовать как сырье для удобрений. Юрманский залив – это только начало масштабных работ по расчистке наиболее загрязненных объектов бассейна «Волги». Далее подрядчики перейдут к Ивановскому заливу, который находится на границе Чердоклинского и Стромаинского районов.